Сыграл я значит мелодию и заказал 5000 лайков за разбор. Думаю, ну отдохну недельку, вторую, пока соберем такое количество. Выпускаю ролик, захожу через 2 дня и 7000. 7000 лайков. Это демонстрирует зрительскую заинтересованность, поэтому я записываю этот разбор. Буду рад твоему лайку и на этом ролике, потому что здесь я постарался намного больше. Особенно учитывая какие конфузии случались с моим ноутбуком в момент монтажа. Здесь я детально научу тебя, как играть на гитаре всеми полюбившуюся композицию Аллилуя из мультфильма Шрек. Сначала я еще раз сыграю для тех, кто не в курсе, что это вообще за мелодия такая, а затем я ее разберу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, теперь приступаем к разбору и маленькое предисловие для тех, кто действительно хочет выучить эту мелодию. Смотрите, для того, чтобы мне было легче объяснить вам и вам легче выучить, каждый фрагмент будет поделен на несколько моментов. Если я говорю, к примеру, первый момент и играю его, затем объясняю. И потом вы слышите второй момент, вы останавливаете и перематываете на первый момент, пока вы его не вызубрите. То есть, чтобы мне пятьсот раз не повторять одно и то же, я один раз повторил, вы поставили на стоп, отмотали, повторили до тех пор, пока вы не отчиханите этот момент. Потом переходите ко второму моменту, естественно, к третьему, четвертому и так далее. Вам легче будет выучить, и я себе сэкономлю время, чтобы... и нервы, чтобы не повторять пятьсот раз одно и то же. Все, я говорю по одному разу, все это фиксирую моментами, и вы, соответственно, повторяете. Все? Поехали. Первый момент. Здесь, получается, играем. Ставим аккорд, это средний палец, четвертая струна, второй лад. И безымянным пальцем третий лад, пятая струна. И играем. Это, получается, четвертая струна, третья с пятым, потом четвертая, третья, третья с пятым, четвертая, третья. Из-за того, что я это все медленно сказал, тебе кажется, что тут много нот. Смотри, все играем в медленном режиме. Все. Второй момент. Ты убираешь безымянный палец и ставишь его под средним. Это третья струна, второй лад. В итоге у тебя на втором ладу третья и четвертая струна. И играешь следующим образом. Все. Это, получается, третья с пятым. Третья. Третья. Опять с пятой. Третья. Четвертая. Все вместе. Все. Первый момент. Второй. Второй. Третий момент. Он же, как и первый, только ты начинаешь не с четвертой, а вместе с третьей с пятой. Четвертый момент. Тот же аккорд, как и во втором моменте. Играешь так. Это, получается, пятая с третьей. Третья. Третья. С пятой. Четвертая. И третья пустая. Все. Теперь все вместе. Первый момент. Второй. Третий. Четвертый. Далее. Переходим к следующему фрагменту. Здесь тяжело поделить все на моменты, поэтому считайте, это одна склейка. Поехали. Ну вот, смотрите, получается, это аккорд. Указательным пальцем первый лад, шестая струна. Средним пальцем третья струна, второй лад. И безымянным, четвертая струна, третий лад. Немножко такая растяжка нужна. Вот. Указательный, средний, безымянный. И получается, играем с переходом. Поехали. Это, получается, третий, шестой, четвертая, третья, опять вместе с шестой, четвертая, третья. Все. После этого указательный и безымянный убираешь и ставишь безымянный на шестую струну третья лад. И играешь. Получается, третий, шестой. Потом третья пустая. И вместе с шестой пустая. Все. То есть. Далее делаешь переходик такой. Это третий, третий лад, четвертую струну. И вот так дальше. Это полчаса пятая с третьей. Четвертая. Третья. С пятой, третья. Четвертая. И пятая. Все вместе. Смотри. И завершаешь. Это получается просто шестая струна на третьем ладу. Играешь. Шесть. Четыре. Три. Два. Три. Все. Все. Теперь давай повторим всех хрометов. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Переход. Переход. Все. Переходим в следующий момент. Тоже как в начале. Это все то же самое. Повторяешь. Но далее все меняется. Мой первый момент получается тот же. Потом. Это получается. Первый момент. Еще раз. Чтоб ты не сбился. После третий пустой. Играешь вот этот аккорд. И уже знаешь. Играешь. Это получается шестая вместе с третьей. Четвертая. И опять третья. То есть. Давай немножко так подкинуть. Что тебе может удобнее было видно. Вот. Потом. Это шестая струна третьего. Со второй пустой. Четвертая. И опять вторая. То есть. Фух. Потом аккорд АМ. Это первый лад. Вторая струна. И второй лад. Третья. Четвертая. Это получается. Вторая с пятой. Вторая. Вторая. С пятой. Четвертая. Вторая. То есть. Потом. Следующий аккорд. Это получается. Указатель на том же месте. Средний. На втором ладу. Третья струна. И безымянный. Четвертая струна. Третья лад. И играешь. Это получается. Вторая с четвертой. Потом третья. Потом опять вторая. И вторая с четвертой. Ну и тут ты зажимаешь мизинецом третий лад второй струны. И опять третья. Получается. Ну и если я не ошибаюсь. Получается. Все. Супер. Потом. Как только это выучил, продолжаешь. Получается первый лад, вторая струна. Потом третий лад. Вторая и шестая. Вместе. Третья. Вторая. Опять шестой. Это вторая. И опять третья. Получается. Переход. И еще раз. Потом. Первая, шестой. Третья. Первая. Первая, шестой. Третья. Все. Получается. Потом. Получается. Третий лад, вторая струна. Первый. Лад. Потом опять третий лад с пятой. С пятой струной. Пустой. Потом опять первый лад. И второй лад третья струна. Как бы ты АМ опять ставишь. Получается. Играешь так. Пять, четыре, три, четыре. Или пять. То есть тут я импровизирую. Пять, четыре, три, пять. Получается. Все. Супер. Мы уже почти у цели. Еще раз. Все. Далее. Следующий момент. Здесь получается октавы играем. Первая октава у нас. Второй лад четвертая струна с первой пустой. Потом мы ставим безымянным пальцем пятый лад четвертая струна. И третий лад первая струна. И так же само только через два лада. Это седьмой лад и пятый. То есть. Два раза. То есть все по одному. Раз, 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 два. По колхозному объясняем, но я думаю понятно. Потом то же самое, только наоборот. Потом еще раз. И еще раз. Потом делаем так. Получается первая с четвертой. Потом зажимаем первый лад первой струны. Пустой. Третий лад, вторая струна с четвертой пустой. То есть. Потом опять вторая. И делаем так. То есть. Четвертый. Первый лад. И пустой. То есть. Все. Все вместе. Импровизируем. И самый шикарный момент, который мне больше всего нравится. Смотрите, чтобы вы не обижались, почему я не обыгрываю твои моменты. Можно играть так. Ну видите, коряво выходит. Здесь что-то другое надо зажимать. Но пока мой опыт игры не дал мне саранжировать все идеально. Поэтому я решил просто оставить то, что действительно правильно. Это октавы. Здесь немножко вроде идеально звучит. Здесь я просто ставлю баре и серёд струн. И безымянный палец. И перебираю. Как хочешь. Ну вот тут вообще коряво все звучит. Я не знаю просто как с интерпретировать. Поэтому вы улучшите или лучше просто как правильно. Единственное, что можно добавить в акт вот такую штуку. Здесь просто машинально повторяешь. А, я ложну. В общем, смотри, как играть этот момент. Получается, играешь. Ты вот сыграл. Здесь ты ставишь аккорд С. Это первый лад, первая струна. Вторая струна, простите. Второй лад, четвёртая струна. И третий лад, пятая струна. Это аккорд С. Играешь. Пять, три, два, один, два. Потом ты безымянный убираешь. И зажимаешь средним пальцем. Это переходик такой. Второй лад, пятой струны. И пустая. То есть. И ставишь АМ. То есть, видишь, пальцы особо никуда не теряются. Вот С, АМ. С, АМ. Вот. АМ это получается указательный тот же стоит лад. А на втором ладу просто третья, четвёртая струна. Мы его уже выучили. То есть, уже дотошно объясняю, реально. Ещё раз. С. Пять, три, два, один, два. Переход. Пустая пятая. АМ. И опять три, два, один, два. И так же самое обратно. Второй лад, пятая струна. И опять С. Переход. 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 Давай медленно сыграю. Смотри. С. Переход. АМ. То есть, у тебя активно работает средний палец с переходом. Все, это конец. Молодцы, кто выучил. И я очень рад, что я объяснил эту тему. Ну, всё-таки, как ни крути, 7 тысяч лайков быстро собрали. Ребята, вы просто бешеные. Спасибо.